Лабораторная работа номер 5 Типовые алгоритмы с одномерным массивом и типовые алгоритмы нахождения минимума и максимума Давайте рассмотрим вариант на данные задачи Найти максимальный элемент совочисленного одномерного массива размером 40 у нечетных значений элементов Начинаем писать программу Сначала заголовка Так, нам понадобятся константы раздел в котором напишем мы соответственно размер массива одномерного Так, дальше нам понадобятся переменные Так, сначала мы объявим массив от 1 до 40 То есть он будет у нас совочисленный исходя из слой задачи Так, там понадобится переменная ай которая будет участвовать для параметра циклов с параметром Так, и нам понадобится переменная ай обозначающая индексация предснохождение максимума Потому что нам найти максимальный элемент Так, это у нас все будет так же целочисленного типа Так, и нам понадобится переменная b, которая будет логического типа Так, начинаем писать программу код программы в теле программы которая начинает с лобегинь и заканчивается эндом с точкой Так, давайте сформируем массив благодаря генератору случайных чисел так Так, ну и так же выведем поэтому пишем составной оператор который начинается с ключевого слова begin для того, чтобы сначала сформировать массив генератором случайных чисел ну а потом увидеть соответственно значение полученное этим генератором случайных чисел так ну можно так вот два пробела поставить между апострахами можно сделать так результат будет тот же так закрываем операторные скобки так и записываем пустой оператор чтобы у нас чтобы у нас перешло на новую строку в курсор так теперь мы присваиваем B соответственно значение фальши так и используя цикл нам необходимо найти хотя бы одно условие задачи нечетное значение может сложиться ситуация так что сформироваться массив без нечетных значений поэтому мы проверяем существует ли оно так и так 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 Так, ну и сразу уже. Если мы нашли, соответственно, нечетный элемент, призываем вам индекс этого нечетного элемента, промежуточные переменные, которые будем находить индекс максимума значения. Так, ну а если хотя бы одно найдено, остальные поиски нам нет необходимости осуществлять. Поэтому при помощи процедуры break мы стандартно выходим из дальнейшего поиска, соответственно, нечетных значений. Так, и также здесь надо переназначить переменной B, соответственно, подставить, что это истина, то есть трое. Так, дальше проверяем, если B у нас правда. Тогда начинаем поиск максимального значения среди нечетных. нечетных. Так, ну а здесь воспользуемся функцией определения нечетности. Редактор субтитровái. Да, да. Продолжение следует... 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 так вот так вот сформировали элементы массива следующим действием давайте мы найдем нечетное так для этого используемся опять функции если так также функционал стат так если это значение делится 2 с остатком там соответственно показываем это значение если нет да пустой вывод так ну и вот у нас показал ну и находим максимум так 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 мы переходим к следующему этапу то есть оформление лабораторной работы так так пишем условия задачи так 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 Ставим новое полотно, так, начало, дальше, вычислительный блок под константу, так, дальше. Цикл, так, в котором также будет вычислительный блок, так, и будет вилд. Так, следующее. Это присвоение переменной B в фальш. Так, дальше опять будет цикл. В котором будут соответственные условия. Так, и подсвоение. Так, сейчас, чтобы не запутаться, давайте сразу же проделаем путь. Проделаем путь. Так. 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 От какого блока? То есть направление в виде стрелок. Так, дальше мы сломаем. Так, ну а дальше, опять у нас условие идет. Так, нет цикл. Так, нет цикл. Так, блок присвоения. Так, давайте опять сейчас. Так, нет цикл. Так, нет цикл. Так, еще один данный будет вывода. Так, ну и последнее из действий, это у нас будет конец. Так, нет цикл. Так, нет цикл. Так, нет цикл. Так, нет цикл. Так, чтобы не было пересечений, значит, давайте заполнять Так, чтобы было удобно пользоваться Так, здесь у нас изменяется параметр А вверху нау до н шага меняется Так, следующее вместе Мы формируем одномерный массив По енераторам случайных чисел Так, дальше мы его вводим Полученный массив на экране Так, дальше мы пересылаем значение Далее мы вернемся к нему По енергеям Далее мы посмотрим О том, что он может использовать Так, дальше мы луком По енергеям Так, если кто-то не имеет Ошибка Найдеть Так, дальше мы опять выполняем цикл. Вот тут мы его даем, шагом один. Так, проверяем условия. Так, проверяем. Так, если я свой верный. Так, проверяем. Так, проверяем. Так, следующее действие. Так, проверяем условия, то что у нас B правда. Так, если нет. Говорим о том, что у нас нет четных значений. Давайте сократим. Так, и если... Да, правда. То есть у нас опять цикл изменяется. Так, опять проверяем условия. Двойное. Так, опять проверяем условия. Так, если ты не знал. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...